Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Это мой муж Вадим Петрачков. Мы поехали в город по делам. И мой сегодняшний ролик будет называться... Автобус пришел, ну ладно, постоим. Мой сегодняшний ролик будет называться «Чужое не надо и свое не отдадим». Понял, Вадим? Я потом объясню, почему. Просто сейчас я хотела бы ответить на один комментарий. Написала мне его Мила Короч. Ирина, вы очень изменились. Посмотрите свои первые ролики. Спокойный, приятный голос. А что случилось с вами сейчас? Очень много негатива к людям. А он ведь возвращается. Вот, возвращается. Голос стал злым. По-моему, вы чересчур залюбовались собой. А это плохо. Загордилась ты. Загордилась. Ну, про ошибки я там не буду говорить. Я все время думаю, человек, когда начинает что-нибудь учить, ну, пишите хотя бы без ошибок тогда. Ну, ладно, это как бы не мое дело. Так, все, поехали, Вадим. Я буду рассказывать. Буду рассказывать. Никогда не знаешь, о чем это ролик. Все время что-то мною. Вадим не знает, какой это ролик. Я не знаю. Про что ролик. Я сам... Я как будто вместе с вами рассмотрю. Ага. Да-да-да-да. У меня в голове там, он же не заглядывает, что я там надумала. Поэтому... Так, ну вот, расскажу, отвечу на вопрос этой девушки. Ну, во-первых, жизнь идет своим чередом. Не всегда бывает траля-ля. Бывает всякое разное. И хуже, и лучше. Сами понимаете, канал у меня про то, какая у меня жизнь. Как есть, так и есть. Проходят какие-то испытания. Какое-то бывает вдохновение, какое-то не бывает. Конечно, раньше я немножечко зажималась, поэтому плохо или хорошо улыбаешься. И вот так вот. Здравствуйте. Я смотрю свои старые ролики, и ты капец вообще. Та-та-та-та-та-та-та-таленьким голосочком вот так вот. Ну, как бы, ну, как... Я сейчас смотрю, уж думаю, ну артистка вообще, блин. Потому что всякое же, всегда все бывает. Всякое. И вот это вот, ну... Ну, а злость возвращается. Ой, вообще. Ой, вообще. Вот. это во первых во вторых я же не в роте я же вам рассказывала сто раз я же не в роте и всяко бывает и когда радуюсь плачу когда злюсь плачу и все у меня вот это все во первых я там ролики снимал один раз в неделю за неделю то можно готовиться и вынести все это а если каждый день снимаешь извините и каждый день не бывает хорошее настроение бывают родные и близкие с родными и близкими что-то бывает всяко разно в жизни поэтому вот так вот поэтому и вообще вообще всех призываю будьте самими собой будьте разнообразными не надо муси-пуси каждый раз или наоборот злиться постоянно это жизнь а она разнообразная вот я думаю что я ответил на этот вопрос и кстати говоря вот это что про злость и что я такая раньше не было у меня посмотрела мне даже ранее ролики есть со своей позиции жесткой с какой-то критикой тоже у меня есть такое может быть просто эта девушка пропустила эти ролики было и раньше такое это первое второе злость ну как сказать я бы не сказала это злость я бы сказала это жесткой позиции то что я когда говорю вот такие вещи или например озабоченность она принимает за злость поэтому я не боюсь что злость вернется потому что у меня ее и нету вот так будем как кажется тебе раскрыла это вообще интересно конечно много можно найти просто жизнь меняется жизнь меняется что у нас наступает это все это пандемия ну конечно невры невры все невры когда вот когда что-то хотя я не скажу что например у нас семье изменились отношения по сравнению с тем как мы жили раньше вот с вадимом например наоборот может быть даже вот как-то я раньше была моложе психово не мне кажется сейчас как-то потому что я за него сейчас больше держусь чем раньше больше боюсь его потерять чем раньше не знаю как то мне кажется что там ну ладно давайте пристыли тебе слово дать мне не про одни про отношения вообще ну ладно давайте знаете о чем вы давайте про то что чужого не надо и свое не отдадим почему я сегодня захотела поговорить на эту тему потому что ну вот накопилось вот это вот то что называется вот эти висючки висючки я их называю висючки мелкие какие-то дела которые нужно сделать и которые мешают по большому счету что-то к чему-то главному идти понимаете это вот например что сломалась очень часто у меня бывает так какую-то мелочь я не доделаю и все и так и время прошло а время упущено например вот я помню когда после мамы какая-то не выплаченная часть пенсии осталась и мне ее не отдали сказали в течение четырех месяцев приедьте и я так и не приехала и время прошло и мне уже ее не отдадут ну и так далее например вот сейчас мы едем везем термопод в ремонт четыре месяца назад я купила термопод хорошенький такой лапочка и он у нас как-то раз и сломался абсолютно новый термопод хотя прошлый термопод мы купили очень недорогой в ленте за полторы тысячи у нас прослужил вот мы еще в доме и мы еще здесь не с 15 года по 20 представляете 5 лет и мы его выбросили только потому что он там внешний вид у него уже такой что вообще уже все как-то и не современный он и все и купили вот новый красивенький он у нас вот просто перестал греть и все вот но как бы вот это потом например вот замок сломался на воротах на заборе тоже сейчас везем нет я про то сейчас хочу сказать что что подождите маленько подзапуталась но я вернусь почему я все-таки эту тему затрагиваю еще вспомнил один случай когда я покупала кашпо в ленте и и и рассказала об этом что там цена была одна написана на прилавке а мне на кассе выбили другую и я пошла в администрацию и они мне вернули эту разницу довольно приличную сумму 10 штук где-то 10 штук было написано по 90 а мне продали по 130 что-то так вот на рублей 40 с каждого 40 умножить на 10 вот 400 рублей кажется вот так вот ну примерно ну я не точно не помню там хорошая какая-то сумма может быть за 50 рублей я не пошла бы а вот так вот пошла вот и вспомнила этот случай а мне сказали там что вот это чьи это зарплаты вы высчитали бедная бедный кассир там и так зарплату маленько получает я тоже маленькую пенсию получаю что должна дарить всем на право и налево вот например за прошлую неделю я вам сейчас расскажу что случилось с нами за прошлую неделю что написано на лбу что ли что у нас денег много богатые мы или что такое вообще ничего не понимаю сейчас я вам все перечислю что случилось вадим пошел отправлять письма не на нашу почту на какую-то там не знаю на какую но я-то знаю сколько писем там девять или сколько писем пример я знаю какие заказные простые письма какие 1 классом я знаю сколько и примерно там зависимости там плюс минус там не за сколько-то рублей немножко совсем есть разница а тут бум-бум он мне говорит сумма куда это неправда это не правильность а взяли на рубля 300 переплатил то точно одну нет вот это все вот это все вот это деньги я смотри давай смотреть эти чеки в cob Получается, что на каждое письмо по чекам такая сумма А общий чек больше на 270 рублей Общий чек А там посмотрела, я говорю, а почему такая вот разница На каждом чеке, если сложить, там 60 плюс 60 плюс 60 плюс 60 плюс там еще какие-то Получается такая А общий чек вот так вот Я говорю, а ты обратил на это внимание? Вадим говорит, ну я подошел, спросил, сколько заказное письмо стоит Ему сказали 65, обычное заказное письмо Я говорю, ну вот, надо было сложить все Ну и он, в общем-то, спросил и спросил и ушел Я говорю, я за тропа еду в ту сторону, я там разберусь с ними, говорю Он говорит, я сам тогда схожу Ну и все, сам сходил А я посмотрела, когда общий чек там написано Представляете, что как будто бы он купил Плюс ко всем остальным вот этим расходам маркам Он купил какие-то еще 5 марок Каждые по 50 рублей Плюс к тем маркам Еще купил 5 марок, каждые по 50 рублей Куда они их наклеили или им наклеили Или они вообще их эти, типа как коллекционные марки Вообще ничего не понимаю И вот это вот, как бы, а зачем это все? Я не, вот это я не поняла Ну и все Вадим поехал, он там рядом с работой Как раз он что-то по делам шел Не специально, слава богу, не надо было специально ехать Он зашел, ему эти деньги вернули 270 рублей Раз Второе Я покупала в одном отделе там орешки Бананы, сушки И у меня взяли На сколько тоже, где-то около 300 рублей 240 рублей разница На 240 рублей, понимаете Там даже и чека не дали Чека не дали Я прихожу домой Все это расцепаю, раскладываю, смотрю Что-то много с меня взяли Мы идем с Вадимом туда Значит, к продавцу Я говорю, вот так, вот так нас вот так вот и все здесь и они нам и так и всяко всяко раз для такого очень долго до этого не может быть для этого как не так не так это как это так у нас так не бывает да это у нас не бывает это так не бывает а где же чем это впервые в жизни а это вообще как это так если бы это случилось так первую жизнь ну короче вы вызвали мы главного их главного самого этого тоже не русского и все и он Он там всяко извилялся, изгибался, да нет, да все такое, да нет. Я говорю, ну, а где доказательства, а где вот все, а вдруг вы съели отсюда все? Я говорю, да хоть как вы мне говорите, я вам могу покляться чем угодно, тут вообще вот ничего не тронуто, все это так и есть. Ну и в результате они сказали, что вы можете что-нибудь тогда взять. Я говорю, Вадим, давай возьмем что-нибудь, уйдем, орешков каких-нибудь наберем и уйдем, потому что иначе тут это бесполезно. Ну, как сказать, может быть, вот это вот время, которое я потратила на объяснение, разъяснение, и может быть это слишком долго, может быть за это время я заработала побольше денег, чем это, но дело вообще принципа, и мне не хочется, чтобы эти люди кого-то обманывали дальше. Понимаете? Вот это второй случай. Третий случай, сейчас расскажу. В два прораба мы заказали линолеум и дверь, и там у меня дисконтная карта есть в два прораба. И там, когда я на сайте заказывала, написано, есть ли у вас дисконтная карта, я позвонила, спросила, а что нужно сделать, номер карты-то нету. У меня просто вот я беру там и все, они говорят, у вас есть скидка, вы постоянный клиент, ля-ля-ля. Ну, я говорю, и что там делать надо? Они говорят, ну, просто напишите есть. Я написала есть, и все, больше ничего не написала. В результате, как там посчитано было, так мне и привезли, и на накладной так и было, никакую скидку они мне не сделали. Ну, мы заказали на, вместе с дверью, что-то 1014 было, а, или 16 даже, с доставкой, что-то такое. Ну, доставка не считается. Ну, в общем, я посчитала, что-то прям вообще, ого, если 15 тысяч умножить на 5%, это, ну, это как-то вот нереально, нереально, ладно, бог с ним. Если даже 3% на 15, это 450 рублей, да? 450 рублей. Вот как. Ну, я позвонила им и говорю, если 3%, я даже, я думала, что 5, но на самом деле, наверное, 3, думаю, но все равно позвонила им, сказала, а вот вы мне не посчитали дисконтную карту. Они говорят, да, а вы там галочку не поставили? Я говорю, я поставила галочку, все, проверьте, я еще на эту тему даже вам звонила, говорила, но я, честно говоря, думала, что 5, поэтому, ну, вот, поэтому и звонила. Ну, ладно, и, в общем, они там что-то смотрели, смотрели, открывали, открывали, говорят, а у вас 2%. А я говорю, ну, ладно, 2%. 2% это сколько? Они говорят, 300 рублей. Я говорю, а почему вы мне не сделали скидку 300 рублей? Они говорят, ну, ладно, мы извиняемся, мы сейчас вам и пришлем их. И прислали мне на карту эти 300 рублей. Вот, 300 рублей. Получается уже 1000 практически, ну, около. Термопод – это 3000 рублей. Замок – это 1500 рублей. И так далее, и тому подобное. Понимаете, в чем дело? Что-то еще сейчас вспомню. Я вспомню еще, какая я противная, злая. Вы говорите, вот тут я вот такая и есть, тут жизнь доведет же. Сейчас я вспомню, что тут у нас тоже случилось такое. А-а-а, на почте покупали сахар. Там, конечно, была маленькая-маленькая сумма, но все равно мы покупали сахара много. С тех пор на почте сахар не покупали. С тех пор на почте сахар не покупали. А почему мы его купили? Во-первых, он был по 40 рублей. Русский сахар. В магазинах русского сахара мы никак найти не можем. А мне сгущенку варить из русского сахара. Вот в чем дело. И мы, конечно, взяли там 10 пачек. Получается, ну, это вот, Вадим не помнит, я вам скажу. 10 пачек, примерно где-то 100 рублей. Примерно так. Значит, разница была. Ну, примерно, точно не знаю. Это как бы небольшая сумма, но дело вот в чем. И, значит, мы купили сахар. Все. Вадим тоже там зарасплатился. Приходит, я говорю, что-то дорогое. Я такая все считаю живую. Я же по математике была 6 баллов. Не 5 даже, или 10 баллов. Я даже иногда уроки не делала дома. Я приходила, даже не на перемене. Мне, когда кто-нибудь не сделал уроки, мне говорят, Ефимова к доске. Я приходила и делала домашнюю работу, как будто я ее дома отделала. Представляете? Как будто дома. Потому что для меня это было, ну, вообще просто. Ну, вообще. Думаю, ну, что люди там? Это же все в уме, можно чик-чик сосчитать. Это сейчас-то у меня с памятью, конечно, уже. Ну, возраст там все траля. А вообще-то вот это очень все просто. Ну, и все. Я говорю, ты же, вы что-то много заплатил, Вадим? Ну, как это? Что? Я говорю, ну, вот же написано, чей ценник. Вот 40 рублей. А получается, по 50 с нас взяли. Это что такое? Я вытаскиваю этот ценник с этого. А там в зале прямо эта витрина. Вытаскиваю и иду куда-то там, кто продавал. Говорю, вот смотрите. А эта продавщица такая, раз, этот ценник хотела забрать. А я раз и забрала его вперед. Я говорю, а вы зачем его забираете? Мы сейчас, вы не возвращаете нам деньги? Вот, я не успела, надо было с утра цена изменилась. Я говорю, ну, а я, ну, а я чего? Ну, и все, и нам вернули тоже эти деньги. Не извинились, скинули. Так же вернули. Вот, ну, такие вот, понимаете, в чем дело? Я-то, конечно, это как бы и для меня это деньги. Для меня это тоже деньги. Это первое. Второе. Ну, мне не хочется, чтобы мы совсем так со всех сторон-то. Ну, как так? Ну, это же вот неприятно. Ну, неприятно, когда тебя считают за дурочку какую-то. Ну, неприятно. Это просто неприятно. Вадим, конечно, меня иногда не понимает, потому что, ну, потому что у мужчин, наверное, все по-другому. Наверное, по-другому. А у нас мы как-то так вот, знаете, вот так вот. Вадим не понимает. Дожди, до паузы пока. Технический перерыв. Видите, как хорошо, Вадим не работает и занимается всякими вот этими висючками. Это я уже вечером снимаю, а вставлю в серединку, потому что как бы по теме тоже. И у нас сломался пульт давно. А он вот позвонил, и пришел нам мужчина. А у нас интернет, телевидение, все ростелеком. Да, Лёлик? Лёлик со мной тут разговаривает. Вот, все ростелеком, и все, и он позвонил. Приехал сегодня мужчина, такой хороший, вежливый, все посмотрел. Все поменял нам на новый. Тот забрал старый, новый. Я вам его в кадр, чтобы вы посмотрели, да? Кладица пришел ко мне. Тоже вот сидели без пульта. А сейчас у нас новый пульт. Бесплатный денег не взял. Сказал, не положено с вас деньги брать. Вот, тоже. Сколько пультик в магазине, Вадим, стоит? Рублей 500, наверное. Да? Ну, тоже. Иди как. Хорошо. Так не позвонил бы он, и пошли бы докупили бы новый, наверное, да? Но его еще не подойдет, он его настраивать надо, да? Как-то не хочет мне сковариваться. Не хочет мне сковаривать. Вот мы принесли термофод, и нам его сейчас заменят на такой же точно. Потому что мне он нравится. Он проработал у нас 4 месяца. Вчера что-то не стал включаться. Нам сейчас его поменяют. Это римбо-техника. Я думаю, что сервис на высшем уровне. Никуда не отправили, не ожидала. Нам сейчас отправят какой-нибудь сервисный центр, ремонтируют. Нет, сказали, поменяем на другое, и все. Отлично. Все, поменяли нам, дали новый абсолютно термопод. Вот он. Такой же точно. Я даже не ожидала, честно говоря. Вообще не ожидала. Потому что настолько уже в последнее время как-то все трудно. Но дело в том, что вот римбо-техника, вот в этом магазине, и в интернет-магазине мы покупаем все. И морозильный ларь вот этот горение. И мясорубку мы здесь покупали. И стиральную машинку. Они, кстати, нам довозят до раздольного всего за 300 рублей. Представляете? И еще. Можно вот прийти в этот магазин. Какой тут адрес вообще, Вадим? Ну, Богатково что-то. Богатково. Богатково. И прийти посмотреть вживую, а потом заказать в интернет-магазине. И тогда... 264. 264 Богатково. И тогда на 10% получается дешевле. Представляете? Вот не обязательно покупать здесь, потому что здесь и доставка как бы дороже получится. Ну, в принципе, можно, конечно, на машине привезти. Но мы, кстати говоря... Вадим, мы же здесь и стиральную машину покупали. Помнишь, мы приезжали с тобой? Вот здесь стиральную машину мы купили тут. Это было давно, потому что потом мы поняли, в интернет-магазине покупать выгоднее. Вот так вот. Так что очень довольны. Вернули. Всё вежливо, всё хорошо. Всё отлично. Сходили на почту. Отправили письма. Четыре письма отправили. Сегодня я в стреке вам вышлю. А у нас тут ждёт посылочка. От Галочки Бубликовой, которая меня очень-очень балует. Галочка, мы тут откусили. Ты нам прислала вот это вот. Такая вкуснятина. 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 Чемпульский пряник, что разное. Так там, смотри, какие всякие разные. Там орешки. И какие-то... Ой, как там вкусно, ребята. Там всякие цукаты. Обалденная какая-то штука. Как называется? Она говорила. Ну, это вообще, да. Лучше, чем тузский пряник, наверное, в тысячу раз. Да. Слушай, мы такого никогда в жизни не ели. Офигенная штуковина. Офигенная. Вот хочу кофе. Сейчас кофе хочу горячего. Галочка, спасибо большое. Вообще. Очень-очень. Тут же всякие штучки. Всякие штучки. Спасибо. Как она нас балует. Скажи, как балует Галя нас. Да. Спасибо большое. За что такое? Вот за что? Не понимаю. Это что, я такая сердитая, что ли? Да. Просто повезло. Повезло? Нет, я с тобой живу. А вы говорите. Ну, ладно. Поехали домой, есть пряник. Нет, домой не поедем. У нас еще дела. Не знаю, включусь или не включусь. Пока на всякий случай. Кстати говоря, я семена не могла найти. Они, оказывается, у меня в машине. Семена собирала. Сегодня посею еще одни петунии, которые собирала на клумбе. На шикарной, обалденной клумбе. Обалденной. Ну, расщепиться, расщепиться. Ничего страшного. Все равно посеем. Они зацветут. Их же видно, какие они будут. Все. Ну, ладно. Галочка, еще раз спасибо. А вам, кому понравилось на сегодняшнее видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь с друзьями. Пишите добрые, большие, развернутые комментарии. И заходите почаще в гости. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok